Ох, сколько же мы с вами видели фильмов про плохих русских. Во сколько игр играли, пожалуй, пальцев рук и ног не хватится считать. Как говорится, одним больше, одним меньше. Поэтому сегодня мы хотим рассказать вам про игру Project IGI I'm Going In от норвежской компании Innerloop Studios. Наверняка многие из вас и не слышали про такую игрушку. Ну, вот я, например. Мой коллега не раз и не два упоминал её в разговорах, но я всегда как-то пожимал плечами. И вот, наконец-то, дошли у нас руки и до этой игры. Итак, Project IGI. Появилась игра на свет в далёком... 2000-м году и была эксклюзивом для ПК Бояр. Что, съели консольщики? Ладно, ладно, шучу. Не кидайтесь у нас ничем, пожалуйста. И G, как его в детстве называли, представлял из себя этакий тактический шутер с видом от первого лица. И, по правде сказать, довольно сильно впечатлял на тот момент. Игра моему коллеге влетела вместе с пачкой огромного количества шутанов, таких как Quake 3, Soldier of Fortune, Delta Force, полд, на которую мы, кстати, делали, и многие другие, но по сравнению с этими многими, тут было просто-таки изобилие всего. Реалистичные пушки, интерактивность и даже, ну, как тогда казалось юному неокрепшему уму, реализм. Однако, спустя годы, ну, в общем, сами понимаете. Но давайте обо всём по порядку. Знаете ли вы, друзья, что такое клюква? Нет, не про ягодку речь, а про то, когда, ну, вот, думают со стороны о чём-то или о ком-то, например, о нас, о русских, как-то стереотипно, клишировано. Да вот у нас целый ролик есть на эту тему. Можете глянуть, он довольно интересный. К чему мы всё это? Да всё просто. По сюжету, бывший русский сотрудник КГБ похищает в Германии американскую бомбу. Уже звучит замечательно. И угрожает всему миру, что взорвёт её к ядрине матери. А американцы, ну, они не смогли ничего придумать лучше, как вытащить с пенсии бывшего вояку и отправить разбираться с этим делом. Там ещё и мафия будет фигурировать, и имена, типа, Иосифа, и многое другое. Игра насчитывает порядка 14 миссий, каждая из которых это, ну, довольно большое открытое пространство, по меркам 2000 года, на котором, по большому счёту, вы вольны делать всё, что захотите, чтобы выполнить свою миссию. Ну, и всё, что захотите, это опять же, по меркам 2000 года. К примеру, вот, самая первая миссия. Можно просто попробовать всех затыкать своим ножом, можно расстрелять всех из ГЛОК-17 или МП-5 СД-3, которые у вас в стартовой экипировке присутствуют. Можно подобрать М16 или Калаш, и так всех расстрелять. Можно подняться на крышу, взять СВД и расстрелять всех со снайперки, включая камеры. Или эти же камеры предварительно по-тихому вырубить, добравшись до нужного места. Ну, в общем, посыл, я думаю, вы поняли. Локации при этом не были прямыми кишками, через которые вас вели бы за ручку разрабы. У вас была цель, и были средства для выполнения этой цели. Дальше импровизируйте. Причём реально, кроме цели, ничего и не было. Не было вейпоинтов, куда нужно было прийти, не было подсказок, что нажать и что сделать. Единственное был бинокль со встроенным тепловизором. С помощью этого бинокля можно было помечать врагов, причём и мирных НПС тоже можно было помечать, и все они отображались по-разному, чтобы не перепутать. Частенько вражины, особенно на более поздних этапах игры, рассекали по локациям на различном транспорте. В этом случае уже не залезешь, конечно, просто на вышку с СВД, и не перестреляешь всех по-тихому. Тут уже нужно было искать калибр посолиднее. И самое главное, что сейчас уже дико современным геймерам в игре не было сохранений, не было контрольных точек. Умер, ну, всё, криворуки, чё, начинай заново. Максимум, подкинут аптечку, и всё. Из того, что тогда поразило и врезалось в память, это, ну, к примеру, взаимодействие с какими-либо объектами и соответствующая анимация этих взаимодействий. К примеру, взлом компьютеров, лазанье по лестницам, перелазивание через забор и так далее. У каждого этого действия была своя анимация, и мало того, ещё и включался вид от третьего лица, и нам показывали нашего главного героя, которого, кстати, зовут Дэвид Джонс, если кому вдруг интересно. И самое крутое можно было по верёвкам, по проводам, ну, что, конечно, звучит дико, и прочему перемещаться, ну, к примеру, просто съехав вниз, либо, зацепившись руками-ногами и потихоньку, помаленьку, Аки Сэм Фишер, перебираться из пункта А в пункт Б. Помимо всего, музыка, авторство Кимом Дженсона, которое, конечно, откровений каких-то не делало, но в то же время отлично поддерживало атмосферу и настроение той или иной миссии. Да и графон, который сейчас, конечно же, кажется низкополигональным и всё такое, тогда вполне себе казался, как говорится, как в кино. О, и оружие выглядело весьма круто и реалистично. Враги тоже казались какими-то умными, что ли? Хотя, переигрывая сейчас, порой хочется пробить себе лоб ладонью от их сообразительности. Ну, к примеру, стреляешь ты во врага на крыше, а он, ну, не знаю, видимо, воспринимает свистящие около виска пули за назойливых мушек, не более. Хе-хе. Подытоживая всё вышесказанное, можно определённо сказать, что даже спустя более 20 лет Project IGI I'm Going In всё ещё остаётся хорошей, хоть и весьма устаревшей игрой, с туповатым сюжетом, но затягивающим игровым процессом. Мда. Хочется на этом моменте обратиться к вам. Вы-то в неё играли в детстве? Ну, или не в детстве, да, без разницы. Что вы о ней думаете? Проходили или нет? А во вторую часть играли? Ну, которая IGI 2 Covered Strike. Как рассказывал мой коллега, узнав, что есть вторая часть, он не один год охотился за диском с игрой. Но, увы, так она к нему на тот момент и не попала. Лишь спустя много лет удалось качнуть её на торрентах. Ну, а на сегодня у нас всё. Спасибо, что посмотрели и поставили лайк. Ваша поддержка, правда, очень важна для нас. Ну, а если наберём 70 лайков, сделаем олдик, и про вторую часть, так что всё в ваших руках. Ну, и как всегда, до новых встреч в новых видео. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok